Тарифы на газ для населения не будут повышать как минимум до 1 апреля 2018 года. Об этом заявили в Минэнерго. Профильный министр Игорь Насалик утверждает, что экономических оснований для подорожания нет, поэтому расценки останутся прежними, почти 7 тысяч гривен за тысячу кубов. На заседании правительства сегодня также говорили о пенсионной реформе, которая уже стартовала. Все подробности расскажет Анна Каменева. Пенсии с этого дня выше, налог для работающих пенсионеров вдалой. Премьер не устает хвалиться детищем Кабмина пенсионной реформой. Говорит, палки в колеса ставили, но отвоевать ее удалось. Теперь минимальная пенсия будет 1452 гривны. Кому-то добавят 200 гривен, кому-то тысячу, а кому-то и целых 7 тысяч. Начнут уже с этого месяца. Тем, кто уже отримал первые платежи, отбудется до нарухования пенсии, кому-то передбачено законом. Это не разовое повышение. Мы, как и обещали, забрали разрешение пенсии с рук политиков, которые постоянно на этом спекуливали, и передали пенсии в руки пенсионерам. Каждый год автоматически с 2019 года будет проводиться перерахунок индексации пенсии. Впрочем, не пенсиями едиными. Дополнительные деньги выделяют и Минобороны на защиту арсеналов с боеприпасами. Правда, требуют отчитаться за использование миллионов до конца года. Проектом распоряжения он разработан с методом выдавания костю с резервного фонда в сумме 100 миллионов на выканание робит по подвышению захищенности наших объектов. Дополнительного финансирования просят и те, кто непосредственно устраняет последствия взрывов на военных складах. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям сетуют на низкую зарплату и устаревшую технику. Державная служба потребует уновления и увеличения парка авиационной техники. Додатковая потребность 7 вертолетов и 1 лета. Кроме уновления пожежной, рятувальной и специальной техники в подразделах службы, независимо актуальным остается вопрос технической модернизации застарелой системы управления. Премьер пообещал в госбюджете на следующий год учесть нужды спасателей. Кстати, глава госслужбы заявил, что до конца ноября разминируют 10-километровую зону вокруг складов боеприпасов в Калиновке уже расчистили 22 тысячи гектаров. Анна Каменева, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер.